Вопрос в том, что мы постоянно рассуждаем только на уровне отдельного индивида. Потому что мы даже об этике говорили, как об этике личного убеждения. Пытаемся развивать этику, выстраивая ее изнутри человека и поднимать ее на уровень Вселенной. То есть, рассматривая, что вроде как человек – некое цельное существо, личность, он самодостаточен, может быть автономным и прочее. Если приглядеться ближе к вопросу, то на самом деле человек – существо частично. Ни в коем смысле не самодостаточное и не цельное. И этот вопрос опять же можно рассмотреть на разных уровнях. И с точки зрения нижнего уровня биологического, почему животные сбиваются в стаи, почему люди тоже объединились в стаи. Потому что среди особей есть разделение способностей, или разделение, то, что потом вырастает в разделение труда. Одни, например, более пригодны для того, чтобы быть воинами. У них развитые, допустим, конечности, развитые мускулатуры, они более громоздкие. У них более такая грубая организация. А другие более склонны, допустим, к размышлению. Они более такой... У них организация более... У них конечности коротенькие. А животик у них большая. И складура не разы. А в случае, если племя глотает, их первым и съедают. Нет, ну вот как раз, на самом деле, вопрос-то и состоит в том, что умный человек и сильный человек реально очень редко считаются в одном человеке. Нет, но в цивилизации вообще считается, что выигрывают умные, все-таки, в конечном счете. Ничего они не выигрывают. А в цивилизации считается, что на самом деле есть разделение способностей, и нужны и те, и другие. И сильные нужны, чтобы защищать общество, племя. И умные нужны для того, чтобы в этом племени умудряться какие-то новшества выводить, что-то придумывать, что-то уметь делать, организовывать и прочее. Нужны разные люди, понимаешь? Вот есть некое разнообразие существ, даже на уровне биологического. И они объединяются друг с другом, потому что они друг друга дополняют. Потому что каждое существо, оно частичное. Но у них есть одни способности, развитые боевые способности, как у воинов. А не развитые способности, которые способствуют, допустим, объединению племени. Или способствуют какие-то другие функции. Способствуют его рождению и прочее. Так вот, в человеческом обществе, конечно же, это все еще многообразно усложнено. И точно так же это разделение, то, что люди частично существа, что они не просто так объединяются в обществе, оно поднимается и на более высокий уровень. И социальность, она из этого и вырастает. Что мы, на самом деле, нуждаемся в друг друге. Даже если взять уровень семьи, то мужчина дополняет женщину для того, чтобы вообще возникнуть еще одно существо. То есть, мы необходимы дополнительные друг к другу. Так вот, мужчина дополнительный к женщине. Или, допустим, как друзья дополняют друг друга. Или как общество в целом, допустим, некая народность или государство внутри дополняет друг друга. Одни занимаются одними вещами производством, другие другие производства. Третьи там услугами занимаются, кто-то управлением занимается и прочее. То есть, на самом деле, вот это всеобщее разделение труда, оно на самом деле коренится в существе человека. Что человек есть некоторого рода частичное существо. И что свою целостность он получает только в составе некого большей целостности. Либо, ну, начиная с семьи. Вот уже в семье первая целостность – это семья, вторая целостность – это какое-то малое общество, группа. Третья целостность – это, скажем, народность. Четвертая целостность – это государство и так далее. То есть, только в этих структурах он получает то, что можно назвать целостностью. Причем, как бы, это наблюдение, на самом деле, оно имеет древние корни. Уже Платон, когда обсуждает понятие справедливости и добра, уже он доходит до того, что невозможно его воплотить на уровне одного единичного человека, одного индивида. Что для того, чтобы справедливость и добро могло быть осуществлено, требуется, на самом деле, подняться на уровень государства. Отсюда и работа. Его государство – одно из главных его работ. Этому посвящено. А для чего это нужно? Ну, потому что в этом государстве есть вот это разделение функций. Да, как бы, философы управляют, там, ремесленники работают, воины защищают. Что это вот разделение, оно обязательно нужно. Потому что так устроено человеческое общество, что люди – частичные, частичные существа. У них одна какая-нибудь способность преобладает над другими. И для того, чтобы у нас выстроить некую систему, которая бы взаимодополняла эти способности, требуется вот объединение людей. Один человек не может быть такой системой. Не может быть такой универсальной личности, которая может все. Быть и одновременно и воином, и мудрецом, и торговцем, ремесленником. Не получится так, не получается так. Не говоря уже о том, что отдельный человек не может быть одновременно родителем мужского пола и женского. И вынашивать, и дитя рождать, зачинать и вынашивать. Ты сейчас думаешь, может? Нет, не может. Я думаю, что смог. Не может, не может. На самом деле, эта идея, она существовала ведь и в эпоху Возрождения. В эпоху Возрождения грезили опять за некоторого рода личностью. Такой универсальной личностью, которая может все. Которая в себе воплощает микрокосм. Как вот есть макрокосм, а он микрокосм такой. Он обладает всеми способностями и возможностями. Он, конечно, в той степени, в которой человек микрокосм. И вот он, этот человек, причем сразу возникает такая ассоциация. У Макиавелли есть такое произведение «Государь». Вот он такой может в нужный момент, ключевой, включить ту нужную способность. Надо быть честным. Он является честным. Надо тут хитрить. Он хитрит. Надо обманывать. Он обманывает. И все это оправдано. Нет такой принципиальности. А есть скорее вот этот универсализм. И вот они грезили этой универсальностью. И думали, что можно, базироваясь на этой универсальной личности, обосновать все. В том числе и этику. Но на деле это не удается. И мы видим, что... Как бы дальше видим. Что вот эта вот греза о некой универсальной личности, она всегда оказывается утопией. И что всегда мы должны говорить о неких, по крайней мере, социальных группах. Что только в социальной группе человек вот... Потому что человек, я говорю, частичное существо. И вот это вот частичное существо, в частности, указывается, опять же, мы говорили о Делезе. Делез опять же об этом говорит. Человек частичное существо, и что он должен дополняться до социального. Что только в социальном, как бы, он обретает свою целостность. Причем, как бы, вот здесь, опять же, возникает... Как возникает? Возникает такая прекраснодушная иллюзия экзистенциализма. Которая, опять же, почему-то настаивает на том, что эта вот личность, да... Только теперь уже личность такая. Экзистенциальная. Она может быть... Может рассматриваться как некая возможность, как проект, обращенный в будущее. Что человек есть возможность, да, и он может быть любым. Что человек — это единственное... Единственное существо, у которого в бытие предшествует сущность. То есть человек, как бы, не считая... Пускай он не устоявшийся сущность, но в некотором смысле все-таки может быть завершенный сущность. Но это все, я говорю, что прекраснодушные пожелания. На самом деле, все это не так. И вот если рассматривать с этой стороны, что человек частично существует, что человек не может рассматриваться вне контекста, вне социального поля, да, вне социальности, начиная с семьи, да, уже что, что... Дополнение в семье, дополнение в коллективе, дополнение до государства. Вот если рассматривать этику с этой стороны, то тогда мы встаем на позицию Платона, это позиция также и Гегеля, ведь Гегель тоже считал, что настоящее добро может быть воплощено только в целостности государства. То есть Гегель в этом смысле поддерживает Платона, да? Что не может быть... Нельзя говорить о каком-то добре, который осуществляет отдельная личность, потому что отдельная личность, даже если она по своим каким-то личным убеждениям совершает добрые дела, реально это может вредить целостности социального. Помните, мы говорили о том, что этика личного убеждения может противоречить всеобщим законам. Зачем вообще существуют всеобщие законы? Потому что если речь идет о социальном, то в социальном именно нужны эти всеобщие законы, потому что социальная требуется взаимосогласованность воль. А взаимосогласованность воль может быть достигнута только на всеобщем поле. На поле, в котором всем понятно, в чем состоят некие общие требования. Что такое законы? Законы это некоторое рода принципы, которым должны соответствовать все. Некоторые рода запреты, которые ограничивают свободу друг друга, как мы говорили. То есть это некоторое рода принципы, которые позволяют людям жить совместно. То есть принципы общежития. И поэтому если вдруг возникает какая-то частная воля, личное убеждение, которое пытается нарушить эти законы, то общество эти законы, естественно, пересекает такого рода действия. Даже если это действие с точки зрения высшего понимания этики и добра является нравственным. То есть, например, исходя из нравственности, человек совершает убийство, но с точки зрения законов он совершает, ну, правда там есть пояснение, есть обстоятельства определенного рода уточнения и прочее, но тем не менее совершает нарушение законов. И вот такое нарушение закона общество пресекает. Потому что общество блюдет вот эту свою целостность. Если оно будет позволять нарушать свои законы, то тем самым оно распадется. То есть, собственно, общество вообще основано на этом, на взаимосогласованности. А взаимосогласованность достигается вот этими законами. И поэтому с точки зрения социального никакой другой этики, кроме как этики законов, быть не может. Если действительно человек это частичный объект, то мы должны понимать, на самом деле, что... Ну, а новозаветная этика тоже асоциальная. Да, новозаветная этика асоциальная, именно так. А если ты посмотришь, как христианство современное и древнее христианство постоянно входит в противоречие с требованиями государства, то ты сразу поймешь, о чем идет речь. Действительно, она асоциальная. В массе своей. А и настоящее христианство, которое существует, оно пытается... Настоящее, в смысле, того, которое есть, да? Оно пытается постоянно войти в компромисс с государством, да? Потому что она понимает вот эту важность. Все это устроение общества, да, на взаимосогласованности воль, различных воль. И что... Потому что вот эта вот этика личного убеждения, она... Настоящее христианство, послушай, входит в компромисс с государством по одной причине, что оно не может реализовать христианский правед. Не деваться в никуда. Ну, ты политическую сверли, я не... Мне все равно, как там с политической точки зрения. Мне здесь важно, как с точки зрения теоретической, как с точки зрения метафизической. Так это есть метафизика. Да какая это метафизика? Это может или не может, там, это вопрос уже вторичный. Вопрос... Нам что важно-то? Важность состоит в том, что христианство, на самом деле, базируется все-таки на понимании человеческой личности, как на некой целостности. Что личность человека соотносится с личностью Бога, да, как сын с отцом. И поскольку отец совершенный, то предлагается и сыну быть совершенным, таким же совершенным, как отец. То есть христианство, на самом деле, воспринимает человека как целостность. Не как частичное существо, а как целостное, автономное существо. А это может быть по самой своей структуре того, что представляет собой человек, неоправданно. Может быть, человек изначально, частичное существо, изначально существо нуждающееся, не автономное в этом отношении. То есть, требующее некого дополнения. Мужчина дополняется в женщине, или женщина дополняется в мужчине. Один человек дополняется другому человеку. То есть, нужен всегда коллектив, потому что только в коллективе выживает этот человек. Почему? Ну, он слаб один. А коллектив в коллективе силен. Что еще происходит в коллективе? Один человек может умереть, а коллектив умрет один, второй, третий, а коллектив всегда состоит из многих членов. Он больше у него выживаемости. Сказать-то что ты хочешь самим? Суть вопроса хочу сказать, что если рассматривать человека как частичный, если действительно эта гипотеза верна, то получается, что этик личного убеждения это есть некая его рода прихоть. Прихоть христиан, прихоть отдельных людей. Что на самом деле надо основываться только на законах. Потому что с точки зрения социального никакой другой этики не существует, кроме как законов. Потому что законы согласовывают отдельного рода воли. Тем самым создавая единство социального поля. Есть некого рода социальное поле, допустим, государство. Если каждый отдельный человек будет двигаться, исходя из своей внутреннего понимания конкретного момента, вот как мы говорили, действовать по совести, то на самом деле вот эти различные воли, которые не будут согласованы друг с другом, но каждый день действует по совести, а совести у нас разные, то вот это приведет к разрушению государства. Слушай, Влад, но если у тебя человек частичный, то он ведь не свободный тогда получается. Не, почему? Частичный свободен, но тем не менее он частичный. Только человек, который потенциально может стать кем угодно, только этот человек свободен. Нет, не обязательно так. Я же, я-то еще хочу заметить, не о том. Почему? У тебя большое количество людей без всяких законов, там, ну, что-либо еще понимает, что упивая, в красть у другого человека нехорошо. Есть некая убежденность. Не, ну это, 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 красть нехорошо, это не просто убежденность, это некоторое рода закон. Ну, это нет, он может быть и не препятствен в форме закона. Нет, смотри, смотри, как бы, законами становятся не просто какие-то прихоти правителей, законами становятся нечто разумное, а именно взаимосогласованность совместной жизни. Вот если мы друг друга не крадем, то наша жизнь взаимосогласована. Да, такое, такое есть, такое есть. Ну, чаще, конечно, законами становятся прихоти правителей. Да это неправда. Это так, да. Нет, нет, но это не так. У тебя законом понимается то, что одна группа народу, скажем, группа завоевателей навязывает другой группе. Ну, опять в политику скатились. Ну, давайте посчитайте настоящие законы. Везде законы, на самом деле, декларируют, декларируют разумное соотношение воли. Нет. Ну, что нет? Ну, например, известный японский закон, не знаю, правда или нет. Возьмите, нет, нет, не надо брать отдельный... Самураи может опробовать свой меч на любом первом встрече. Да, и действительно, некоторого рода законы, законы Хамурапи, законы Ману, там, может привести, эти законы были с определенного рода отклонениями. Почему? А почему надо просто задаться этим вопросом? А потому что там не существовало равенства. Между самураями это было нельзя. Закон действует, на самом деле, в отношении равных, одинаковым образом. А в отношении неравных он действует неравным образом. Да, конечно. Именно так. Но если в обществе существует клановость... Очень часто считают, что закон — это способ закрепить господство одной группы на другой. Еще раз говорю, это естественно так, если клановость существует, если социально устроено клановым образом. То есть законы закрепляет то, как устроить социально. Но делайте общество, которое не клановое. Такое общество не существовало, пока еще на Земле. Да, всегда существует общество не клановое. Так вот. Наоборот, человек все стремится к тому, чтобы быть не клановым. Ну вот у тебя же, вот, наш случай современный, возьмем, принимается за этот идиотский закон о прописке, да? Мне интересно, как с псы режима будут обоснованы. Ой, ребята, ну я просто, еще раз, давайте не будем это обсуждать. Я вообще даже не хочу это обсуждать. Вы пытаетесь это апеллировать, к чему-то, к чему вообще никакого значения нет. Ну у тебя романтизм какой-то был. Да какой романтизм? Нет никакого романтизма. Да вообще закон это просто обычное слово. Я просто хотел, мысль-то вообще в другом состоит. Ну хорошо, хочу. Мысль, да вы эту мысль-то ухватить не можете. Что я говорю всегда, я везде говорил об этике добра, этике личного убеждения. А теперь, если человек частичный объект, то эта этика, она является анти-нравственной. Потому что если я частичный объект, если я обязан социальному тем, что я существую, а без него я не могу, то я не могу на самом деле действовать автономно, как если бы на общество мне было наплевать. Я должен, значит, учитывать, что существует некоторый рода законы, принципы общежития в этом обществе. Я должен их соблюдать. Благодаря только этим принципам я существую. Ну я их соблюдаю. Да нет, я же еще раз говорю, что это означает, что невозможна этика личного убеждения во всей полноте, которая базировалась на совести, как мы в прошлый раз говорили. Почему нет-то? Я полагаю, что я не должен убивать, это мое личное убеждение. Вот я не должен другого убежать, не должен у него красть. А у другого убеждение, что таких, как ты, надо убивать. Что теперь он будет у него по совести, может, таких мощить. А я многократно говорил, что совесть непроизвольна, что у всякого зверя, как мы разбирали на примере фильма «Мама, не горюй», отлично понимается представление о добре и зверя. Если совесть невозможна сформулировать, это означает, что мы не можем узнать, произвольно она или нет. Мы не можем ее сформулировать. Ну в каком-то смысле можно сформулировать. Как это может? Почему нет-то? Нет. Все, что можно сформулировать в общих принципах, станет законом. Ты отлично понимаешь, как ты в этой ситуации должен так действовать, как и не действовать. Нет, я не отлично понимаю. Фашисты бы сказали, давайте убивать евреев, это у меня совесть велит убивать. Потому что евреи, условно говоря, многие жизни, понимаешь? И были бы неправы. Вот мне интересно, а какой-нибудь нефашист бы считал, что он прав? Почему он был бы неправ? Своей точки зрения был бы неправ, а со своей точки зрения неправ. Ну, понимаешь, если ты этот феномен пытаешься отрицать, так можно отрицать. Почему это? Я не в феномене, что я пытаюсь отрицать. Можно отрицать такой феномен? Давай еще раз говорю. Нет общего представления о совести. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что на уровне совести мы не можем согласовать свои разные совести. Совести могут быть разные. Если бы их можно было согласовать, они бы стали законами или принципами. Вот только и состоит суть, что всякий раз, когда совесть пытается согласовать, ведь видимо, когда-то в свое время и законы нравственности, и законы государства были тоже такими же, такой же совести. Подожди, подожди. Я так скажу. Были такой же совестью. Со временем их смогли сформулировать. И они стали законными. Понимаешь? Но только на уровне этих законов, на самом деле, мы можем согласовать свои воли. Когда я понимаю, в чем состоит закон, и ты понимаешь. А если у меня совесть, которую я не смогу никак сформулировать, у тебя какая-то совесть, которую тоже ты не можешь никак сформулировать. Понимаешь, я не могу знать, как ты будешь себя поведёшь. Ты скажи, я буду вести себя в соответствии с совестью. А как? Откуда я знаю? Как? Как я могу на самом деле рассчитывать, что ты поведёшь с моей точки зрения правильно? Может быть, ты поведёшь правильно в частном случае. Вот мы разбирали случай мамы не горюй, да? Что все живут в этом мире и понимают, что они поступают неправильно, не по совести. Но все по этому поступают Потому что у них есть каждое настроение Одному потому что хочется власти Другому хочется уважить Важных авторитетных людей и так далее Но все они поступают вне рамках Вне рамках того Тем не менее представление о добре и зле у них есть Вообще Но у кого-то есть очень Мне интересно У какой-то конкретной отдельной группе может быть Общее представление Это не обязательно Это у тебя оказывается Вот такой своеобразный феномен Потому что есть определенные интересы Которые заставляют поступать вне рамок собственности Ты вроде бы разумный человек Но сам подумай Если есть некий принцип, который невозможно сформулировать И каждый действует Да не принцип, неправильно я говорю Если есть некое внутреннее место Которое невозможно сформулировать Это означает, что невозможно понять Закон это у тебя Компромисс между интересами Поэтому он тебя никогда не выражает как таковую Компромисс между интересами различных групп А что еще? Он согласование Ну может нам пускай Компромисс можно говорить Ну согласование Согласование интересов Вот мы согласились допустим Согласование интересов противоположных групп Подожди То что называется общественный договор Согласились друг другу не убивать Согласились Кто убьет Того убиваем Все согласились Вот так это происходит Мы можем договориться Мы можем выйти И друг другом Об этом договориться Потому что можно явно Высказать на самом деле Что мы хотим А если у нас совесть Ты по совести Ты по совести Я по совести У каждого своя совесть Допустим один фашист Другой крестьянин А третий там атеист У нас будет разная совесть Он скажет Это не по-божески Я скажу Что надо мочить евреев А ты допустим Скажешь еще что-то там такое Тебе скажут А мне бог наплевать ваш Понятно Понимаешь И совесть разная получится Просто ты берешь И отрицаешь Вот этот факт Я не отрицаю Я хочу сказать просто Что если совесть Совесть является феноменом Который невозможно высказать Это означает Что мы не можем согласовать На этом уровне нашей воли Ты можешь согласовать Внутри себя И я могу И он может И каждый из нас может Но мы совместно Не можем согласовать Опять к этому примеру Уже из 12 возвращаемся Где пенсионер взял ружье И с испруга захватил сберкассу В заложники К нему идет милиционер По закону Как он должен был поступить Обезвредить его Обвить А ты по твоему примеру Что-то доказываешь Пример Один пример привезти А я могу привезти Другой пример Фашист Это выходит на балкон Видит там бегают Эти заключенные Достал винтовку И начал их отстреливать И он по совести поступил Не это да Ему это нормально Все какие-то жучки-пучки Там бегают А он их отстреливает Люди ходят на охоту Животных убивают А что он тоже вышел на охоту По-своему И все его нормально И совесть никакая его не колет Ничего Это понятно Это вот Просто ты вот этот феномен Просто если ты его отказываешься Его признавать То я ничего не могу сказать А как согласовались Различные совести Как они согласовались Если Подожди Где синхронизация Прежде совести Где она произошла Синхронизация Где произошла Если как таковой Закон нравственности Ты отрицаешь То я ничего не могу На это сказать Ты его отрицаешь Ты говоришь Что у фашистов Нравственность такая У этих такая Она абсолютно Если ты его отрицаешь Я тебе ничего не могу На это сказать Я не нравственность отрицаю Я говорю про то что совесть на самом деле, поскольку ее невозможно высказать, она есть некая внутренняя. На уровне совести мы не можем согласовать наши воли. Не можем. Поскольку мы можем высказать их? Воли мы не можем согласовать. А как? Как? На улице совести не можем, потому что воля хочется пить, хочется есть. Хочется господствовать другими людьми. Эти группы ставляются и договариваются, что мы вот примем закон. Как синхронизуется совесть? Скажи, как она синхронизуется? Да никак, не стыдьте вопрос. А когда она стала общей-то, как? Подожди, подожди, как синхронизируется совесть? Вот и выскажите, как? Вы говорите, как-то. Ну здорово. Науки, науки, как происходит, как еще со слитатом как-то состоит там, как-то он работает. Все, здорово. Закончили науку и пошли тогда чуть-чуть кушать там, не знаю. Вот тебе, Ваня, же я говорю, что она никак не синхронизируется, потому что совесть с самого начала одна на всех. Почему? А почему нет? Потому что социума один, одно человечество. Оно не разное. Голова одна на всех? Ну все едят, пьют. Не, подожди, голова одна на всех? У всех есть головы. Свобода одна на всех? Да, у всех есть одинаковая свобода, а все одинаково свободны. Нет, не одни все. И головы у всех есть. Нет, нет, нет. Головы у всех есть. У головы у всех есть. А почему, хорошо, совесть одна на всех? Почему одни люди поступают одно, а другие по-другому поступают? Потому что каждый человек идет против своей совести. Я же тебе уже примеры, что миллион раз объяснять, что ли? Люди совершают поступки, которые с нашей точки зрения неправильные, а по совести. И такое бывает. Ну и что это так объясняется? Как тогда совесть одна на всех? У меня с ним не одна совесть. Да, я на самом деле пытаюсь объяснить, что и Чикахилы, и все, что знали истину должную. Еще раз говорю, знать они много что знали. Но выступали против их как таковое. Совесть это не то, что мы знаем. Это то, что ощущаем, предощущаем. Если они знали истину должного, если они истину должного не знали каким-то образом, то значит даже Чикахилы нравились. Почему мистика? Мы живем в одной цивилизации. Молодцы, ребята, зачем мы занимаемся наукой? Это все понятно, все как бы одна-одна. Один общий, не четыре взаимодействия, а одно. Но все же, правда, все ряда. Простите, если у вас тогда сводится, что совесть одна, то нету что ли индивидуального человека получается? Индивидуальный человек и есть. Личности что ли получается? Ну, это как раз и получается, что человек отдельно имеет свою собственную голову и свою собственную... Да, поэтому Чикахилу очень нравится убивать маленьких мальчиков и девочек. Очень нравится. А совесть ему, например, если она у Чикахилы изгибает, их нельзя убивать. Но он их все равно убивает, потому что он идет поперек ей всегда. Всегда, напротив. Ну, это, я не знаю, я говорю, это, с одной стороны, наивное... Это не совесть у Чикахилы. С совестью христиан режут их, кожу сдирают, там, что только не делают. Ну, у них вообще совесть даже не дрогнет. Ну, увы, конечно, совесть одна, одна, одна совесть. Христиане, наоборот, убивают, там, гоняют, иудеев по грому устраивают. Но совесть тоже не дрогнет. Да, да, и все. И все люди такие просто братья. Совесть-то одна просто. Давайте все... А что же мы-то обняться-то не можем, если совесть у нас одна? Давно уже обнялись бы и сказали братство народов. С растишки. Да, с растишки. Ну, вот таким... Простой сначала придумал такую гипотезу нелепую, а потом начинает отходить, дополнять. А почему так? Почему реальности не подтверждаются? А вот с растишки, там, то, сё, и начинается. А не проще сказать, что совесть не одна. Понимаешь, не одна. Коллективов много, и сколько коллективов, столько и совести. Коллективов много. Есть фашисты, есть, там, националисты, расисты, там. Есть, там, условно говоря, русские какие-то, там, народный фронт. Там еще кто-то, там, много кто есть. Понимаешь? Коммунисты есть, демократы есть, на разных уровнях. Есть ученые, даже можно брать уже срезы общества, там. Есть доктора какие-нибудь, там, еще учителя. Понимаешь, и совести разные. Просто разные. Есть предприниматели, там, есть наемные рабочие. Разные совести у них. Я не говорю, что обязательно это разные. Не обязательно. Может быть, не обязательно. Но я говорю, что, в принципе, не одна совесть. А если совесть не одна, то сразу... Почему она не одна? Потому что она не может быть согласована. Если бы мы могли бы, например, этика может быть одной. Почему, этика принципов. Договорились, обсудили. Десять предельцев, десять заповедей. Может быть, одна. Спорить бесполезно. Игорь правильно говорит. Понимаешь, можно же взять исходным, вот то, что ты говоришь, а можно взять исходным, что есть какая-то общечеловеческая нравственность, что есть какие-то общечеловеческие примеры духа, к которым, как бы, эта нравственность сводится. А можно сказать, да, вот там, какой-нибудь Вася там вырос в подвороте, ни о чем не слышал, ничего не знал, там, в подвале рос. Ну, естественно, да. У него своя совесть. Еще раз. Или какой-нибудь там предприниматель, который... Еще раз. Делай не в примерах. Вот мне больше всего поражает. Я пример привожу. Вы, понимаете, логика здесь простая. Когда вы говорите, что совесть одна, достаточно привести один пример, где это не так, чтобы это опровергнуть. И с моей точки зрения, тогда пример работает. А вы не можете подтвердить, что совесть одна, никакими примерами. Хоть вы миллиард пример приведете, все равно вы не докажете, что совесть одна. Почему? Потому что каждый раз это только будет индукция. И всегда будет возможен случай, еще один, который будет это отрицать. И вы должны еще и этот случай рассмотреть, и этот, и бесконечное доказательство у вас будет. Но для того, чтобы опровергнуть вас, потому что у вас слишком сильное утверждение, что совесть одна, достаточно привести несколько примеров, в которых это не так, и все. Да, но тебе надо показать, что этот человек в данный момент действовал по своей совести. Я объясняю, что резня в мире происходит с начала веков. Если бы совесть была одна, она бы рано или поздно утряслась бы, как утряслается в государстве. Договорились законы? Нет, нет. И все утряслось более-менее. Не получилось бы. Нет, вообще говоря, вообще моя... Потому что мои интересы, мои личные, всегда очень часто противостоят моей совести. Противостоят. Ты утверждаешь вообще какую-то глупость. Ты утверждаешь, что люди всегда тогда, получается, поступают по совести. Ведь что бы они ни сделали, они поступают по своей совести. Но ты же сам прекрасно знаешь из своего опыта жизни, что у тебя уколы совести мучают иногда. Мне больше всего поражает. Как вот ты сначала слушаешь, что я говорю. А я говорил не это. А я говорил о том, что на уровне совести мы не можем согласовать наши воли. Потому что мы друг другу не можем передать смысл, в чем состоит совесть. Не можем... Мы, каждый из нас ее чувствует. Но поскольку это нечто индивидуальное, субъективное, то на самом деле согласовать наши действия, наше понимание его мы не можем. На уровне принципов можем. На уровне мышления. Вот на уровне мышления принципов не убей. А будем не убивать? Не убей. Договорились. Мы можем согласовать нашу волю. А на уровне совести мы не можем. А поскольку... Как показывает практика, ну, в которую вы не верите, которую я на самом деле просто вижу для меня, очевидно. Она по факту совести несогласованной. Да, потому что везде резня. Там, несмотря на декларированную принципу, и на самом деле постоянно происходит как бы... То есть это и нечто иррациональное. Ну, не важно. Это как назвать? Это рациональный... Конечно, иррациональный. Хорошо, иррациональный это только... Ну, дело же не в словах же. Я говорю о том, что их нельзя согласовать. Нельзя в городе, значит, нельзя согласовать. Лега, Парту, вот я вот что-то... Я же говорю простую мысль. Самую простую мысль. Что на уровне совести мы не можем договориться с друг другом, согласовать свои воли. Не можем. Потому что мы не можем высказать, в чем совесть состоит. Не можем. Мы не можем в качестве принципа предъявить и сказать, соответствую этому. Мы не можем это сделать. Ну да, поэтому нужен большой волосатый чувак с дубинкой, то есть государство, которое всех заставляет каким-то произвольно выбранным правилам следовать. Нет, это не так. В зависимости от того, является ли человек автономным существом, или он все-таки частичное существо. Если он частичное, то тогда не просто государство, как ты выразился какой-то с дубинкой, а ты прибился к государству. Ты частичный, и ты в государстве нуждаешься. Это вот все диктаторы, негодяи, оккупанты. Именно так они объясняют. Я даже... Потому что нет власти, которая не от Бога. Нет, дело не в этом. Дело даже не в государстве конкретно, а дело, если... Ты, допустим, нуждаешься в другом человеке, не в этом государстве. Нуждаюсь, но государство, главное смысл какой? Он начал фашистовывать. Где? Это у нас... Вы считаете, что это инструмент насилия? И только инструмент насилия. Ну сразу, как я сказал, государство, это как красная тряпка подействовала на быков. Я же не про это говорю. Я говорю про разные уровни взаимодействия людей. Отдельные группы по интересам, семья, там, партии, там, не знаю, общество, там. Государство, это просто один последний уровень. Скажи мне, каким образом люди могли принимать христианское благовестие, если у них была разная совесть? Из разных народов, из разных социальных групп и так далее, и так далее. Каким образом? Еще раз. Как бы не могли согласоваться? Внутри, внутри группы, внутри группы, видимо, это отвечало... Еще раз. Внутри группы совесть может в итоге согласовываться, внутри группы. Ну как же, христианство, оно международное, оно вообще вне классовое, международное, и вообще там никакой нет. Правильно. А почему... Никакой группы там нет. Правильно. А почему есть католичество, православие, протестантов, миллион групп? Почему это есть? Скажи мне. Христиане же все такие братья. Из одного источника вышел Иисус Христос, а одно учение выдал всем. И почему ты есть католичество, православие, и еще 20 профессий? Люди несовершенны, страстишки их. Ну это, еще раз говорю, это ничего не доказывает. Мне лучше все поражает. Ты сначала приводишь, вот меня что-то спрашиваешь, а потом у тебя обоснование простое, страстишки. Во всем страстишки. Понимаешь, во всем. Понимаешь, если... Машина едет, почему машина едет? Страстишки. Все объясняет. Если бы было так, как ты говоришь, вообще никакие мировые религии были бы невозможны. Было бы возможно только государство. Вот что ты утверждаешь. Нет. Только закон. Не печь. Так как возможно, кроме закона, еще нечто другое, вот та же философия, понимаешь? Даже как бы религия там и так далее. Но это говорит о том, что совесть и нравственное чувство, оно всеобщее и едино для всех людей. Ну молодец. Это не это... На самом деле, если думаешься в этот вопрос... А из-за того, что кто-то не заросла этого... Значит, если ты думаешься в этот вопрос очень глубоко, то это просто доказательство бытия Божьего. И Игорь может просто про свой отец вообще забыть. Если совесть одна на всех, это не что иное. Это чудо же. Это доказательство бытия Божьего просто предъявленное, вот явно. Вот вам доказательство. Можно по-другому проинтерпретировать. Нет, это и другое... Нет, это же чудо, но представьте, что у всех людей одна совесть, разные конфессии, мировоззрение, разные конститутивные особенности там и прочее, там, цвет кожи, и все совесть одна. Это чудо, для меня это чудо, понимаешь? Да. Ой, а ты же самая, у собаки тоже совесть, но она не относится к ряду человек. Вот самое-то удивительное, что и собака понимает, это самое совесть. Конечно, я понимаю. У собаки та же совесть, что учат. Да, да, да. Та же самая. И такая же. Такая же. Она ворует, ты ее ругаешь ей стыдно. Но она же может пустить. Она понимает, что воровать плохо. Она может пустить и даже не пустить совесть. Подожди, подожди. Она так же понимает, что убивать плохо, ну, своих собак. Ты тоже хрюшек ешь и совестью не мучаешься, да? Слышишь? Ну, ты же, вот смотри, вот собака тебя кусит, и она не чувствует никакой совести. Ну, когда я шагу... Ну, если ты будешь ее ругать, ты ее ругаешь? Когда как? Ну, ты что? Меня случайно... Единственное, что Людмила, как бы, единственное, трезвое из вас. Я просто удивляюсь. Меня единственное, мой... Вы, по-моему, объединили, объединили от доводов. Разодрал мне ухо, случайно, ногтем. Слушай, ему так потом стыдно было, он так от всех прятался. Прятал глаза всякое, сидел под столом. Ты упоможешь в щеку, но он от обиды прятал глаза. Не там, мне встать. Ну, Влад, Союз зависит не от Бога, а разве от воспитания, понимаешь? А воспитание... А воспитание разное. Ну, конечно, воспитание, как бы, где-нибудь там, в Бразилии, воспитание в Америке, воспитание в Европе, воспитание в Индии. Одно и то же воспитание. Одно и то же. Насы есть. Нет, 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 нет. Кто-то ближе градации не существует, страстишки. Опять, страстишки добавь, все сразу ясно. Я сразу все понял. Если совесть не закон природы, значит она иногда другая. Нет, она не совесть. Она не константа. Почему? Совесть константа? Как закон природы? Совесть обусловлено выживанием человеческого рода, конечно. Ну, я говорю, ребята, что вы... Я пытаюсь с вами селоцеби заниматься, а вы здесь... Нет, ну, если жарить детей на это самое, на завтрак, то... А почему? Подожди, подожди. Это будет противоречить выживанию всего человеческого рода. У Соловьева есть интересный пример. Ну, послушай, у всего человечества это будет антиморальный поступок. Да, это хороший пример есть у этого, у Соловьева, там, генерал, там, как бы, порубил этих мусульман, за то, что мусульмане там где-то порубили там детей. Ты забыл о том, что помимо вот личности этих, да, с которыми ты носишься, есть еще род. А вот род, он как раз и есть носитель этого нравственного чувства, этой совести. Варь, скажи, а сознание... И этот род, он должен выжить любой ценой. Варь, скажи. Ему совершенно плевать на твою личность. А сознание, оно коллективное, как совесть? Конечно, сознание есть коллективное, индивидуальное. А почему ты знаешь больше, чем я знаю? Нет, подожди, сознание есть и индивидуальное, и коллективное, естественно. Ну, а совесть разве не может быть индивидуальной? А почему я знаю больше? Потому что я больше приобщился к коллективному сознанию, чем ты. Нет, вот я хочу сказать сознание, что совесть, она тоже индивидуальная. Это все зависит от нашего сознания. Если человек несознательный, то у него совесть она спит. Ты же сама говоришь, что она спит. Она у него есть, но она спит. А как человек, по-твоему, может покаяться? Послушай, если бы у каждого была своя совесть, покаяние вообще было бы невозможно. А как? У него не было этого. Убивать у него нормально. Он никогда бы не смог раскаяться. Ты все перевожешь на принципы. Причем есть принципы? Ну а как человек мог покаяться за воровство? У человека на совесть уискоренить, например, мир от какой-нибудь нации. Если бы в него буквально... Послушай, послушай. Ускоренить мир от какой-нибудь нации. Он одного какого-нибудь конкретного представителя этой нации не искоренил, у него совесть. Блин, я не искоренил мир от конкретного этого представителя. У него угрызение совести, что он от конкретного представителя этой нации и мир не искоренил. Вот тебе и угрызение совести. Причем здесь, если совести разные, то и покаяние, и угрызение совести, они тоже понимаются по-разному. задержание разное один показ он видит что это нехорошо и он пошел к своему лидеру покаялся так мол и так я не того-то конкретного представителя на определенную национальность не убил поэтому я каюсь типа вот такой я плохой а лидер ему говорит да иди исправь свою ошибку вот тебе там нож топор и так далее что ты хочешь отрицать что есть рот человеческий что есть общечеловеческие ценности ничего туда чёт говорит о нюансах реально есть конечно нюансы принципы мыслить надо научиться придется и это мы уже ты говоришь что то разные общечеловеческие принципы это вообще закон относится к закону, но уровень человеческих принципов мы можем договориться, да но это принципы относятся к закону что же, да, мы разверничали принципы и законы, и совесть ну, понятие Бога и понятие рода без совести невозможно без единой совести всего человеческого рода без единой совести невозможно понятие Бога если это единый Бог всего человечества нет, я могу он заявляет, что он единый Бог всего человечества я тебе даже более того скажу я тебе даже скажу, если человек считает что у всего человечества одна, то это доказательство бытия Божьего. Я тебе скажу, твоя позиция возможна, это и чистая классическая языческая позиция. Разные боги, разные совести. Если бог один, то совесть одна. Игорь на самом деле подпольный, православный. Он не православный, он монотеист. Да какой монотеист? Он не верующий. Одна совесть на всех людей, это означает, что я знаю, как быть верующим. Потому что ничего в мире, на самом деле, постоянного и константного не существует. Ну что, все, ладно, поехали. Продолжение следует...